Всем привет, друзья! С вами Титкова Александра, ваш специалист по естественному омоложению. Сегодня хочу поговорить о руках. На самом деле в руках, как и в лице, у нас содержится очень много точек. Именно рефлекторных точек, которые помогают нам не только работать, например, с лицом или с руками, но также и взаимодействовать со всем организмом. Посредством того, что мы нажимаем на височную зону, мы взаимодействуем с оттоком желчи и желчным пузырем. Точно так же это будет и на руках. Если мы будем ухаживать за нашими руками, а за руками мы знаем, что нужно ухаживать, и не только за внешней тыльной стороной кистей, но также и за внутренней, делать небольшой массаж здесь, то тогда мы сможем оздоровить всё наше тело. Мне эта идея очень сильно импонирует и нравится. Это методы суджок терапии. Если кто-то о ней слышал, то действительно можно вот таким образом немножечко поиграться, скажем тогда, поухаживать за своими руками и заодно проработать всё тело. Давайте приступим и узнаем, что у нас здесь есть полезного на наших кистях. Именно в таком первом касании. Если вам будет интересно, я буду углубляться в эту тему и дальше, и мы с вами будем таким образом прорабатывать кисти более, скажем так, подробно. Первое, что я хочу всё-таки показать, это эстетический вариант того ухода за кожей рук. Как сделать так, чтобы здесь ничего не старело, не появлялись пигментные пятна и так далее. Этот метод проверен не только мной, но и моими клиентками, моими учителями, которым уж побольше лет, чем мне, не переживайте. И, соответственно, всё равно у всех всегда есть хорошие результаты. Наша задача просто перетирать ткани. Здесь кожа у нас достаточно тонкая, до тканей сложно дотянуться. Но вот сможете оценить как раз. То есть наша задача не только кожу саму брать, а как можно больше тканей, то есть фасции тоже цеплять. И вот таким образом мы берём и перетираем здесь каждый участочек. То есть с помощью этого мы запускаем сюда процессы кровообращения. А если у нас здесь будет кровообращение, то тогда у нас не будет ничего сохнуть, ничего не будет сморщиваться. Вот таким образом мы проходимся по всей кисти. Я буду показывать на одной руке, но вы, конечно, сможете потом повторить на обоих руках. То есть наша задача просто вот так везде пройтись. То же касается и пальцев. Мы проходимся по каждой фаланге. Пока просто в таком лёгком режиме. Просто для того, чтобы разогреть здесь все ткани, запустить кровообращение. Отлично. Теперь мы перейдём уже непосредственно к нашим рефлекторным точкам. Что нам понадобится для того, чтобы сделать качественный массаж всех точек? Вы можете использовать один из вариантов, любой, который у вас есть в наличии. Я могу использовать скребок гуаша. Он будет хорошо проходить глубоко в точке. Второй вариант. Это палочка для суши. Вот эта мягкая часть нам нужна, чтобы не остриё было, а именно мягкая такая закруглённая часть. Также будет хорошо проходить во все точки. Или мы можем найти любой столовый прибор, вроде вилки, ложки. Если у вас также будет более закруглённый край, то тогда это тоже будет хорошо проходить именно во все точки глубоко. Так будет у нас работа происходить более качественно. Лучше всего делать это, конечно же, на расслабленную ладонь. То есть рука должна лежать на поверхности для того, чтобы не создавались никакие лишние напряжения. И теперь мы берём любой удобный нам инструмент. И первая точка, она находится у нас, вот кость есть, которая под фалангами находится, уже большого пальца. Мы проводим такую линию. И вот здесь вот заканчиваем. Вот она. Вы её, в принципе, сразу нащупаете, если особенно вы будете делать не пальцем, а каким-либо предметом. И на расслабленную руку, в принципе, вы сразу почувствуете такое некое углубление по этой линии. И мы начинаем делать такие круговые движения. Массируем в одну сторону, в другую. И прожимаем, да, то есть именно вглубь уходим. Может быть больно, конечно же, да, и это нормально. Мы делаем вдох-выдох, да, стараемся прикрыть глаза и сделать так, чтобы у нас получилось расслабиться. Вдох-выдох. Что мы делаем, массируя данную точку, первую нашу точку? При нажатии данной точки у нас может режиться такая проблема, как кашель, например, затруднённое дыхание. А также улучшается все вопросы щитовидной железой. Да, то есть либо мы вот так вот по кругу, либо в статике прижимаем. Попробуйте также сделать и пальцем, да, либо просто большим пальцем прижать, да, при этом придерживая палец большой снизу. И здесь сверху делаем нажатие, либо мы можем делать это косточкой пальца, что тоже будет хорошо. То есть даже если у вас нет никаких приборов, которые я обозначила, да, мы работаем в таком случае тогда косточкой любого из пальцев. Большим удобнее всего, чтобы другими поддерживать просто. И вот здесь нажали. Так на самом деле тоже будет довольно-таки эффективно, потому что мы придерживаем, да, у нас больше получается некой такой компрессии. И таким образом мы ещё более сильно и глубоко прорабатываем данную точку. Сделали вдох-выдох. Желательно подождать до того момента, пока вы ощутите расслабление, да, то есть болевой синдром уйдёт. Вот, если вы довольно-таки долго держите, уже больше, там, пяти минут, у вас хватило терпения, да, пять минут держать и понимаете, что боль таки не проходит, да, то тогда оставьте просто, да, и значит здесь проблема довольно-таки уже долгая, глубокая. И просто боль уйдёт через какое-то количество повторений, да, данного приёма. Это касается абсолютно всех точек. Следующая точка находится у нас вверху большого пальца. Вот здесь давайте попробую другой сразу сделать, вот палочкой, да, придерживаю пальчик и нажимаю сюда. Можно пройтись, в принципе, по всему большому пальцу, потому что здесь у нас довольно-таки много, да, разных точек. И одна точка у вас может не болеть, например, да, в самой верхушке, а вот здесь, например, да, может болеть, вот как у меня, например. Большой палец у нас символизирует, в принципе, голову и здесь всё, что связано с головой, да, мы решаем. В целом данная точка, она поможет нам снимать депрессию, тревогу, перенести стресс, да, то есть если мы нервничаем, можно прожимать вот так большой палец. Кроме того, точный массаж этой точки, он облегчит нам, как я и сказала, да, всё, что связано с головой, то есть это головная боль. И также, так как у нас голова непосредственно связана с желудком, это будет проекция и боли в желудке, поджелудочной железе. Ну, и если нет боли, то как минимум улучшает их работу. То есть мы задержались, да, задерживаемся и дышим, да, вдох, выдох, стараемся расслабить палец. Сначала палец у вас может быть в таком контрнапряжении, да, вы вжались, и он такой раз, и тоже сжался. И вам нужно подождать, пока хотя бы палец, да, расслабится. Вот так рука обмякнет, палец расслабится, и потом уже саму точку тоже хорошо бы подождать, да, до того момента, пока мы будем уже нормально, как минимум, да, относиться. Если, смотрите, относиться к боли, нам нужно уже, да, мы её не слышим, да. Если у вас острая боль, да, в любой из точек, которые я покажу, то тогда вам нужно нажимать, по золотому правилу идём, да, на 5-6 баллов из 10. То есть если я вот сюда вжимаюсь и прям остро болит, значит, я уменьшаю нажим и держу его именно на вот средней шкале, чтобы мне было комфортно прожить данную боль. Следующая точка – это указательный палец. Сейчас мы будем двигаться по нижним фалангам наших пальцев. Итак, вот здесь вот нам нужно найти, да, положили руку и прощупали сначала везде, да, всю нижнюю фалангу. Сейчас попробую также нашим третьим инструментом. Он довольно-таки больше, да, в объёме. Я попробую ещё и пальчиком, да, вот косточкой пальца прожать. В принципе, вот косточкой пальца, поскольку нажим сильнее происходит, да, более уверенный, потому что я чувствую, куда я жму, то здесь я нашла у себя болевое ощущение, да, и остановилась, да. Не так, что обязательно должно быть болезненное ощущение везде. Но в принципе, давайте будем честными, да, если мы чему-то не уделяли внимания, то, скорее всего, там есть какой-то застой, как минимум, да, не то чтобы прям суперпроблема, но без внимания эта зона живёт своей жизнью, не всегда у неё это получается хорошо. Поэтому, скорее всего, конечно же, боль будет. Стоит её поискать, скажем так, разными вариациями, да. Вот я точно нашла сейчас такую довольно-таки яркую точку боли. И держу, да, можно пройтись по кругу, но мне даже не очень приятно это сейчас сделать, поэтому я просто в статике оставляю. И здесь у нас указательный палец, да, То есть, если есть проблемы с почками, с мочевым пузырём, то вот это, пожалуйста, к указательному пальчику. То есть, решаются заболевания почек, мочевого пузыря. И, кроме того, таким образом можно уменьшить мышечные боли в спине, изжогу и зубную боль. И можно избавиться от тревоги и психологической напряжённости. Вот, иди не скажи, я сейчас как раз лечу зубы. У меня периодически там ещё идут процессы, да, болезненные в зубах. И как раз здесь мне действительно по-настоящему довольно-таки больно, да, именно на этом пальце, в этой точке зубной боли. Так что очень всё у нас взаимосвязано. Отпустили и перешли к среднему пальцу. Также можно сначала поискать, да, каким-то предметом. Но предмет мне здесь пока не очень нравится. На большом пальце мне нравился предмет, да, какой-то гаджет. Вот, сейчас я хочу работать именно пальцами. Я вообще любитель того, чтобы работать всегда без ничего, да. Вот то, что Бог дал, просто пальцы, да. Просто правильно их сгибаем и, соответственно, прорабатываем всё. Итак, у нас средний палец, да. Даже если здесь нет боли, мы всё равно его хорошенечко массируем и прожимаем. Средний палец, это точка, да, если вы нашли её, она может помочь в регуляции работы печени и желчного пузыря. То есть, если бы у меня были на данный момент, да, какие-то там застойные процессы, скорее всего, мне было бы больно, да. И если вы чувствуете себя какими-то нерешительными, раздражительными, то таким образом, вот прожимая данную фалангу нижнюю, да, среднего пальца, вы можете улучшить себе настроение, нажав просто на эту точку. Кроме того, здесь точный массаж, он полезен для улучшения циркуляции крови и остроты зрения. И может облегчить боль при мигрениях и менструальные спазмы. То есть, если есть проблемы, да, то тогда прожимайте здесь, лучше здесь прочувствовать, да, некую боль прожить её, чем слышать её в голове и во всех остальных вышеперечисленных структурах. Следующее, сниму колечко и безымянный палец, да. Безымянный палец также прожимаем, ищем. И если нашли, да, задержитесь и продавите, прожмите обязательно здесь эту точку. Вдох, выдох, да. Массаж этой точки, он помогает стимулировать функцию лёгких, толстого кишечника и улучшает состояние при кожных заболеваниях. То есть, любые высыпания на кожу, да, поможет нам решить вот эта прекрасная точка. Может быть, рядом вы найдёте две точки. Такое тоже возможно. Никто этого не отменял, да, поэтому будьте внимательными. Ничего сложного здесь нет, просто дайте себе время, буквально там, да, 15 минут, но прожмите. Прожмите, продышите, расслабьте эту зону. Я думаю, что к этому моменту, как ваши ощущения, вы должны почувствовать явно ясность уже такую в голове. Последний из пальцев, это нижняя фаланга мизинца. Также прожимаем косточкой или гаджетом. Если что-то нашли, задержитесь, да, если нет, то просто хорошо всё равно прожмите. Мизинец может повлиять, да, массаж данной точки может повлиять на работу сердца, тонкого кишечника. Также эффективен при боли в горле, проблемах с костной тканью. То есть, если кости где-то съехали, поехали, да, это у нас часто, я вам скажу, да, практически у каждого второго, если не первого часто съезжает на место, то можно таким образом повлиять. И рекомендуется массировать мизинец, если вы испытываете озабоченность, неуверенность и беспокойство, да, то есть при каких-то вот стрессовых, опять-таки, ситуациях. Будьте внимательны, опять же, повторюсь, я вот сейчас, например, себе прожимала, да, и сначала больно не было, но как только под другим углом я подошла, да, к мизинчику, я нашла точку. Вот, и сейчас мне уже даже не нужно сильно на неё жать, она уже вот на поверхности лежит, и мы делаем вдох-выдох, расслабили. Рука должна расслабиться и затем сама точка, хотя бы на какой-то минимальный процент. Вот, это первое, да, касание такое. Следующая зона, это, конечно же, ладонь, да, на ней мы пока сегодня попробуем три точки. Я считаю, одна из немаловажных, это седьмая точка, хочется её почему-то скребком именно попробовать сделать. Здесь однозначно, наверное, будет удобнее каким-то гаджетам, да, потому что упор и так есть. То есть у нас есть вот линия, где заканчивается наша ладонь, и просто где-то сантиметр в сторону, да, от середины вот сюда. Прожимаем и смотрим, да, что у вас как. Для тех, у кого проблемы с сахаром, да, уровень сахара в крови скачет, сахарный диабет, обязательно прожимайте эту точку. Также можем попробовать и, конечно же, собственно, пальчиком. Ну вот опять, да, то есть опять прихожу к тому, что стульчик нашего, косточка, прихожу к тому, что косточка пальца всё-таки самая эффективная. Тоже удалось как бы хорошо глубоко прожать. Опять же, почему так происходит, да, потому что тело на другие предметы реагирует немножечко защитой, да. Когда мы касаемся себя рукой, мы входим в контакт с телом, да, и оно пропускает глубже. Так мы можем более эффективно всё это пройти. Следующая точка находится посередине ладони, да, центр ладони. При нажатии на эту точку мы можем устранить нарушения в работе пищеварительной системы и уменьшить боль в животе, да. Хорошо прожимайте, поддерживайте обязательно пальчиками с тыльной стороны ладони и прям прожали. Можно также попробовать и косточкой, можно попробовать и палочкой. Здесь палочка лично у меня более эффективна. У каждого будет что-то своё, да. Ориентируемся всегда на себя, на свои ощущения, на то, как у вас это происходит, как вам подходит больше. Опять-таки вдох-выдох, да. Подождали, сколько нужно. И перешли к последней на сегодня точке. Девятая точка находится на бугре Венеры, да, мясистая часть под большим пальцем. Нам нужно вот здесь вот отойти от... Да, вот есть тыльная часть, да, у нас была здесь. Здесь первая, да, мы начали. И вот здесь, видите, такой тоже выступ. Идём от него линия, прошли сантиметр и надавили. Эта точка отвечает за эндокринную систему и работу сердца, да. Может быть вот здесь и может быть ещё чуть выше, да. То есть если вы возьмёте двумя пальцами, вот между ними, да, и чуть-чуть ниже спуститесь, то тогда вы и здесь прожмёте сразу, и вот здесь. То есть понятно, я думаю, да. Многие знают обычно эту точку, поэтому у кого сердцем особенно приступы, да, часто пользуются этой методикой. Вдох-выдох. Это одна рука. То же самое мы повторяем и на вторую сторону, да. Точно так же будет. Здесь сориентировались, прожали, да, сначала здесь, потом сюда, потом по фалангам просто промассировали, да. Прошлись здесь, 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 да, сюда, сюда и сюда. То есть лучше, конечно же, на двух руках это сделать. Всё для того, чтобы энергетический обмен, в принципе, прошёл максимально гармонично, и вы реально почувствовали себя хорошо. В принципе, если нет времени на обе руки, женщинам рекомендуется делать на левой руке, мужчинам рекомендуется делать на правой руке, потому что они как-то больше у нас так связаны. Напишите ваши ощущения. Я чувствую себя намного более энергично и лучше, чем перед тем, как мы собирались только начинать. Итак, мы с вами поработали над зоной рук, улучшили состояние тыльной стороны ладони и также поработали над девятью очень важными, самыми базовыми и основными рефлекторными точками. Напишите в комментариях, на каких точках вы ощущали болевые ощущения, где было не больно, а где больно, что больше всего запомнилось. И насколько вам интересна данная тема, если вам будет интересно, то, конечно, я буду продолжать снимать и другие видео по данной тематике. Я буду благодарна, если вы поставите лайк этому видео, поделитесь этим видео с другими, своими близкими, друзьями, для того, чтобы такая естественная, легкая домашняя профилактика могла быть доступна для большего количества людей. Любите себя, будьте здоровы и счастливы. Увидимся!